В сфере ЖКХ Волжска вновь слышится негодование волжан. С начала января местные жители активно писали в социальных сетях об отсутствии должного отопления в их квартирах. Уважаемые МТСК, если вы убавляете отопление в теплую погоду, так будьте любезны прибавлять обратно. Следите за погодой. На улице тубак, так еще и дома полы ледяные. Мира 14, батареи новые, еле теплые. Дома без шерстяных носков и в кофт не ходим. Ребенок дома постоянно болеет. Спрашивали у соседей, у всех дома прохладно. Дела также и обстоят. Постоянно изменяют температуру и при этом не успевают за погодой. Стоит слегка потеплеть – все, в квартире холодно, а батареи лишь теплые. Согласно законодательству, система теплоснабжения в многоквартирных домах разделена на зоны ответственности. От котельной тепло поставляет теплоснабжающая организация до границы жилого дома. Далее обязательства переходят в руки управляющей компании. Границей ответственности между теплоснабжающей организацией и управляющей компанией является место присоединения труб отопления, входящих в подвал дома, к узлу учета тепловой энергии. А если узел учета отсутствует, границей раздела ответственности является наружная стена дома. После активных обсуждений в социальных сетях общество с ограниченной ответственностью, Марийская теплосетевая компания организовала встречи с руководителями управляющих компаний и ЖУ Волжска. В разгаре отопительный сезон, естественно, холод. Участились жалобы в отношении качества предоставляемого населению услуг. На сегодняшний день причин и факторов плохого отопления в квартирах достаточно. Воздушные пробки, устаревшее оборудование и наоборот. Некоторые жильцы устанавливают дополнительные нагрузки на общий стояк, при этом создавая проблемы для остальных жителей дома. Бывает, и жители в своих квартирах производят ремонтные работы, подключат теплые полы от системы отопления, или батареи установят на лоджиях. От этого ухудшается качество отопления по всему стояку, так как происходит разбалансировка системы. В общем, причины могут быть самые разные. Мы работаем над их устранением в каждом конкретном случае. Говоря о причинах и изменениях температуры в квартирах, нужно помнить и о погодных условиях. Все городские котельные работают согласно определенному графику, в соответствии с которым выставляется температура воды, которая подается потребителям. Температурные показатели теплоносителя у нас зависят, прежде всего, от уличной температуры воздуха. Чем на улице у нас холоднее, значит, подачи теплоносителя больше. Все котельные работают по установленному температурному графику. На каждый градус уличной погоды у нас котельная должна держать определенную температуру. Обращаться необходимо в управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом. К вам придет мастер, закрепленный за вашим домом, сделает замер температуры воздуха в квартире. Она должна быть не ниже 20 градусов, а в угловых комнатах не ниже 22 градусов. В случае возникновения проблем с отоплением в квартире, ответственной становится все-таки управляющая компания. Именно поэтому необходимо официально обращаться к ним. Только произведя все необходимые замеры и проверив оборудование в подвале дома, возможно определить причину похолодания. В том случае, если проблем не выявлено, тогда управляющая компания должна взаимодействовать с теплоснабжающей организацией. Редактор субтитров А.Семкин